Всем привет! Сегодня мы снова поговорим о такой теме, как коронавирус и как наладить удаленную работу для своего офиса. Я поделюсь определенными лайфхаками, которые мы внедрили в своей компании и, возможно, они пригодятся вам. В первую очередь, собственно, какая самая большая трудность, когда вы столкнетесь с работой в условиях карантина? Во-первых, сотрудникам иногда не очень удобно приезжать на работу. Кто-то живет очень далеко, а кто-то может жить в пригороде. Поэтому изначально нужно озаботиться о том, чтобы они уже могли работать удаленно. Если же у вас на самом деле в офисе стоит стационарное оборудование, то есть сотрудники, на которые приходят, то у вас тогда будут действительно проблемы, вам нужно будет установить какие-то сервисы для работы через удаленный доступ. Оптимально в этом варианте подходит TeamViewer и аналогичная программа. В лучшем случае, конечно же, поставить Windows сервер и логиниться к каждому изначально по своему профилю через удаленный рабочий стол. Если вы используете обычный сервер, то вам однозначно будет удобнее наладить работу офисных сотрудников, вне зависимости от того, где они находятся, потому что работать через сервер в этом плане будет удобнее. Если же вы более казуальный такой бизнесмен и у вас вся работа настроена исключительно на ноутбука, кто работает, кто на обычных компьютерах, то тогда нужно наладить полноценно работу через онлайн документацию. Лучше всего в онлайн документации себя зарекомендовали Google документы. Можно пользоваться также онлайн документами Microsoft, но они менее популярны, поэтому в этом плане Google документы являются рекордсменами. Наладьте работу исключительно в онлайн документах. Продумайте документы для отчетности, продумайте документы для постановки задач и распишите план задач каждому на период времени. Также нужно наладить коммуникацию между отделами. Не очень удобно, например, коммуницировать через какие-то телеграммы и тому подобные мессенджеры, и на то есть определенные причины. Телеграм, конечно, привычный всем мессенджер, там можно вести каналы, вести группы. Он классный, он удобный, но, например, по нему не очень удобно звонить, потому что групповые звонки в нем отсутствуют. И в этом плане, если вы уже будете сидеть полностью по кассетаме Google, отлично подойдет чат Hangouts. У него есть ряд преимуществ, потому что вы можете использовать назначенные совещания по Google календарю и по ссылочке Hangouts Meet, можно сразу присоединяться к чату и общаться голосом через обычный чат Hangouts. Это очень удобно, потому что вы все дружно общаетесь по видеосвязи, задаете вопросы, можете показывать экран и тому подобное. В этом плане я рекомендую этот лайфхак, как самый проверенный и не требующий никаких сложностей в его реализации. Теперь перейдем немножко к такому неприятному, возможно, для тех, кто работает удаленно, это контроль рабочего времени. Как вы понимаете, когда сотрудник у вас работает в офисе, вам проще всего его контролировать, чем он занимается, на что направлены его, как говорится, затраты, трудозатраты. И, конечно же, никто не хочет стоять над головой и говорить им, работай, вот работай обязательно, но кассетовик будет сидеть дома, конечно, он может расслабиться и выполнять работу менее эффективно. Какие рекомендации на самом деле предлагаем мы? В первую очередь, это отчетность. Отчетность. Отчетность отправляется в конце рабочего дня на почту руководителю, который проверяет сданный отчет от каждого сотрудника. Оптимальный вариант, когда вы можете посмотреть, чем он конкретно занимался. Конечно же, неплохо это все продумать изначально, каждому сотруднику объяснить, что он должен писать в ежедневном отчете. Не просто что-нибудь, а что конкретно он делал. Ну и так, чтобы написание отчета не занимало у него уйму времени. Поэтому удобнее всего в виде ссылок на сделанные документы и сколько часов на какой документ было потрачено. Второй момент для того, чтобы контролировать работу сотрудников в часах, конечно, оптимальнее всего в плане работ, когда вы ставите задачу, вы заранее задаете какое-то количество часов, сколько она будет выполняться. То есть вы даете задачи и проставляете количество часов. И, конечно же, вам нужно учитывать затраченное количество часов. Здесь подойдут различные сервисы. Например, сервис Colokify позволяет замерять для каждых задач затраченное время в часах. Также существует ряды сервисов, которые являются как тайм-трекерами, типа Явар тайм-трекер и тому подобные, там, Джиры и тому подобные сервисы, в которых можно работать по проекту, замерять часы, трекать часы и отмечать, сколько часов на какую задачу было потрачено каждым сотрудникам. Вы можете сказать, Николай, вы какие-то странные вещи говорите. Нет, я ссылочки на все перечисленные программы оставлю в описании. Они очень удобны для того, чтобы трекать время удаленных сотрудников. Это позволяет заодно контролировать время, не требует от вас постоянного участия, паники, страха, что какой-то сотрудник сидит без дела, а вы ему платите зарплату, он ничего не делает. Поверьте мне, самый простой способ наладить работу именно так. Для организации работы, курьерских служб и тому подобных, существуют сервисы, которые обеспечивают геотрекинг через мобильные приложения. Я, честно, такими сервисами не могу поделиться. Ребята, кто знает, ссылочки, пожалуйста, я тоже оставлю в этом видео. Напишите мне в комментах те сервисы, которые вы используете в своем бизнесе, для того, чтобы контролировать удаленных сотрудников, которые перемещаются из точки в точку, например, дилеров и тому подобное. Я думаю, сейчас всем, у кого сервис перешел в онлайн-доставку, и кто никогда в жизни с этим не сталкивался, им будет точно интересно узнать, как наладить онлайн-доставку у себя непосредственно дома. И, конечно же, какой софт вы рекомендуете для организации онлайн-доставки. Я бы хотел от вас это увидеть, потому что на онлайн-доставку, я уверен, спрос вырастет. Кстати, если вы продаете софт по онлайн-доставке и смотрите это видео, я могу даже разместить эту ссылочку, если вы первый напишите мне под этим видео. Ну и, конечно же, не отправляйте сотрудников всех бездумно в отпуск. Если вы отправите бездумно в отпуск, вся ваша работа заморозится. Существует множество вариантов переквалифицировать существующий персонал для контент-задач. Например, у вас есть огромное количество продавцов, у вас есть огромное количество там работников зала, но вы прекрасно понимаете, что вам нечем их занять. Дайте им всем возможность проявить себя для того, чтобы заняться работой онлайн. Пускай они сосредоточатся на той работе онлайн, на которой у вас не хватает действительно рук. Написать статьи, записывать ролики, делать все, что угодно в соцсетях, заниматься привлечением комментов, то есть написание комментариев, привлечение регистрации в каталогах предприятий. Поверьте мне, на самом деле каждый клиент, который мне приходит, у него только у 80% клиентов этого вообще не сделано. И всего лишь у 20% клиентов это сделано на 50%. Работы на самом деле огромное количество. И это та работа, которую можно поручить вашим сотрудникам, которые сейчас сидят без дела дома. А эту работу вы можете сделать, и она вам потом вернется с торицей во много раз. Поэтому переквалифицируйте тот персонал, который по факту у вас сидит сейчас без дела. Поверьте мне, среди них есть талантливые люди, которые готовы вам помочь и внедрить свои знания по вашей продукции, по вашему товару, вам на сайт, к вам в соцсети, куда угодно. Поверьте мне, сейчас все уйдут в онлайн, все будут смотреть онлайн, записывать видео, записывать stories. Поверьте мне, это не так-то сложно. И они могут помочь вашему бизнесу для того, чтобы пиарить ваш бизнес и помогать вашему бизнесу развиваться. Наладьте, чтобы они помогали в своем дворе. Видите, они записывали это на видео в stories. Поверьте мне, все эти трюки помогут вам максимально диверсифицировать усилия для того, чтобы делать так, чтобы ваш бизнес не выпал из колеи и оставался, как говорится, не просто на плаву, но и на коне в это трудное время. Соответственно, если вы диверсифицируете свой бизнес в доставку, в онлайн доставку, спросите, кто из ребят действительно может заняться тем, что будет пиарить вас. Другой, кто может стать курьером, кто не может, допустим, работать, кто готов побыть курьером. Действительно, обеспечьте всем их необходимым и внесите все необходимые изменения на сайт. В прошлом ролике я про это рассказывал. Обязательно учтите мои рекомендации из прошлого видео. Я думаю, этот короткий ликбез на сегодня все. Я буду всех вас рад видеть. Не болейте, оставайтесь здоровыми. Ни в коем случае не нарушайте правила карантина, мойте руки, контактируйте только с ограниченным количеством людей. И, конечно же, всех благ вам и крепкого здоровья. И до новых встреч. Не забываем подписаться. Продолжение следует...